Всех наших дорогих мужчин с 23 февраля! С праздником, мой хороший! А то мы эту шоколаду уже, держи! Как моя соседка, говорит, чтоб повылазила! А будете искусственное дыхание рот в рот? Если понадобится. Сейчас проверю. Я Лариса Бузеева, это Давай поженимся. Добрый вечер! Сегодня у нас невеста Екатерина, Анна, Олеся. А жених у нас Александр. Красивый! Александр, 33 года. Для первой избранницы оказался слишком простым, для второй слишком несерьезным, а по мнению третьей слишком занятым. После всех разочарований решил, что следующая его девушка должна будет стать его женой. Александр по образованию фельдшер, работает спасателем, но помогает людям, попавшим в беду, даже вне рабочего графика. Мечтает растить своих детей в доме с бассейном. Признается, что боится ошибиться в выборе жены. Александр избегает слишком худых матершинец и девушек, которые любят выпить. Его избранница должна обладать ангельским терпением, житейской мудростью, материнской добротой и твердым характером. Да, в молодости у меня шансов не было вас закадрить, потому что я была худая матершинница. Спасибо, парни, что пришли. Вот просто счастье и радость. Но сегодня спасать будем вас мы от одиночества. Спасибо. Ну как тебе? Мне нравится. Мне главное, чтобы тебе понравилось вам. Сашечка, ну правда, профессия необыкновенная. А почему вдруг такой выбор? Все началось довольно-таки давно, начиная, наверное, со школьных времен, когда я рос без отца. Я начал понимать, что не хватает мужского характера и решил пойти в армию. Пошел в армию. Сам при том? В тайне от мамы? Да, я дождался, когда мама уйдет в командировку. Взял повестку и убежал, потому что мать была против. Ну, единственный старший сын. Ну и сыночку растила. Единственный старший сын, который, да, были надежды. Ну, переживал, боялась потом. Много слухов было об армии, не очень. А я вот решил пойти служить и пошел. Смотри, какой мужчина сам в армию пошел. После армии учился, не знал пока будущего своего конкретного. И просто как бы гулял по переходу. Увидел нищего бомжа, который был голодный. Холодный. Холодный, да, это была зима. Отдал ему свою куртку. Мне ему стало жалко, да. Я на последний день купил ему пирожки и ждал, когда он их съест. Потом отдал ему свою куртку. Мой мальчик. Вот, после чего... А сзади молодой человек стоял, он наблюдал за всем этим. Ему очень понравились мои действия и предложил мне работать спасателем. Я, естественно, согласился. Говорю, ну, давай попробуем. Я думаю, что ему нужна романтика, потому что ему ее не хватает в жизни. И, конечно, я бы пыталась все это компенсировать по полной. Санечка, но ведь вы работаете круглосуточно, потому что спасаете и в нерабочее время. Вот расскажите эту историю про девушку, которую вы спасли от насилия. Бывают случаи, были один из случаев, когда мы с другом гуляли вдоль парк Горького. И услышали крики. Девушка кричала очень громко. Мы перелезли через забор. Видели, как четверо молодых людей пытались, наверное, изнасиловать или сбить. В общем, плохие намерения были. И она была против. Ну, мы с ними пообщались. Сами попали с ударами, с ушибами и с ножевым в больницу. И этих ребят забрали. После чего она нас навестила в больнице, нашла. Принесла букет цветов. Я был удивлен. Хотя мне очень хотелось конфет. Я говорю, почему цветы-то? Вот пускай все теперь знают, девушки, когда вы приносите самым молодым людям цветы, лучше бы колбаски принесли, ну и конфет находитесь. Колбаски, конфеты. Да, хорошо, всех самых, да. Смотри, сколько у него всяких отмельцев наград. Молодец в таком возрасте. Был еще случай, когда тоже с другом гуляли по Измайловскому парку и видели, как девушка, в общем, в озере, вернее, в пруду, кто-то плавал. Но мы думали сначала, может, кто-то закаляется, но так как народу нету, обычно закаляющий человек, который плавает в пруду, обычно кто-нибудь рядом по-любому находится. А тут никого не было. Но мы пока бежали, я увидел, что она в куртке. Трезвая? Она, я думаю, уже сразу же отрезвела, как в воду попало. Тут вопрос... Ей очень повезло, что куртка примерзла ко льду. То есть она так долго была? Ну, да я думаю, да. И я не знаю, когда мы распланировали план, потому что лед так тонкий, мы сами боялись провалиться. Ну, естественно. Но вариантов-то и уходить как бы не было. Мы ее вытащили, вызвали скорую, ее отогревали, пытались костер разжечь, пока скорая подъезжала. Ну, заставляли ее физически отжиматься, кое-как, чтобы она расшевелилась, потому что переохлаждение – это очень серьезно. Ну, можно было ее раздеться, раздеться самому и просто чисто по-братски, как говорится, не в службу, а в дружбу, по-человечески. Да? А мы подчислились. Ну, а как, если уже, ну, нечем? Это только в фильмах так бывает. Когда два часа вытаскиваешь на морозе, уже потом ничего не хочется никому. Мокрая одежда, естественно, мы снимали с нее. Но не всю, потому что ветер был. Ну, герой, конечно, да, что ты скажешь, герой. Молодец. Саша, наверное, девчонки когда узнают, что в МЧС ведь из трусов-то выпрыгивают, нет? Прямо в объятия. Я им не оповещаю, что я спасатель, потому что я очень хочу, чтобы люди видели во мне как человека, прежде всего. Потому что девушки, когда узнают спасателя, они, прежде всего, видят герой, там, сложная работа, тяжелая работа. А почему бы и нет? Почему бы не представить себя героем? А вообще я вам хочу сказать, конечно, вы герой стопроцентно. Тем более сейчас, в преддверии такого праздника, 23 февраля, защитника Отечества. Сегодня же вообще извратилось, да, понятие, кто герой, кто? Нет, сегодня герой тот, кто бабла натырил, модную машину купил. Или какой-нибудь дебильный ролик в интернете разместил, стал известный за один день. Вот он себе и есть герой. А у нас самые какие мужественные профессии? Воин, учитель. Врач. Врач. И самые малооплачивые. Почему? Да, ну вот потому что... А герой, потому что все равно мужчина соглашается на такую профессию, потому что, ну, как бы это и есть самое мужественное. Да. Но при этом бескорыстно в том плане, что процедурный страдает. И поэтому девушка, конечно, вот, да, к твоим словам должна быть понятливая, нежная, преданная, которая, ну, так же относится к человечеству, как и вы. Может быть, даже где-то пусть немножко будет старомодная, да, чтобы вас понимало, чтобы вот как раз вот те антигерои, которые в кавычках я перечислила, для нее не были путеводной звездой. Во-во-во, все про тебя. Прямо, да. А вот, кстати, непонятно, вы еще не женились, а уже развода боитесь. Как можно бояться того, чего еще не произошло? А, я боюсь. Ну, вокруг, наверное, парни разводятся, да? Разводится много друзей, и поэтому я переживаю не сам развод, сколько ребенок. Ребенок будет расти неполноценно, поскольку я сам родился. А вот у другого вашего есть семья? Вы женат? Да, я женат, у меня ребенок. Дети есть? Разводиться же не собираетесь? Нет, не собираетесь. Ну вот. Научит твоего сына многому чему хорошему для жизни. Да, надеюсь. А сколько, кстати, зарабатывает сейчас этот... Мало, 25 тысяч в месяц. Это... Но, помимо всего, есть же дополнительные подработки. Спасатель, он не сидит на месте, он сутки отработал и дальше работает. Ну, это не мешает, собственно говоря, вашей профессиональной деятельности. А давайте посмотрим, на что вы готовы за 25 тысяч работать. АПЛОДИСМЕНТЫ КОШМАТ Ну да, профессия, конечно. Это вы там, да? Привет! На, давай. Тренировка. Ой, да, тяжелая профессия. Тяжелая профессия. Я испытываю такой восторг. Я испытываю такую гордость. А что, хорошо работать спасателем в Европе, в Америке? Там это одна из самых высокооплачиваемых профессий. Потом у них там пакет такой, начинают страховки, заканчивая всем, чтобы не работать. А вот когда вы здесь, практически на добровольных началах. Каждый день раскрывать своей жизнью, это, конечно, дорогого стоит. Я вам желаю здоровья, Саша. Долгих лет жизни, и чтобы вы, конечно, были счастливы. Ларис, у тебя есть большая возможность, очень хорошая возможность, поприветствовать весь первый ряд. Пришли коллеги. Саши, мальчики, встаньте. Ого. Вот они, наши орлы. О, мальчики, мальчики, милые мои, дорогие мои. Я вас поздравляю. Я вам желаю и личного счастья, и чтобы все состоялись, и чтобы были живы и здоровы. Вы просто радость наша, не только родительская. Ну, это счастье, красавцы мои. Вот прямо благословляю. Дай Бог вам. Спасибо вам большое. Болеете за Сашку, небось, да? Кивните. А им сейчас тоже хороший ликбез. Пусть слушают, кто еще не женает. А еще, парни, смотрите, конечно, через затылок мало, что можно рассмотреть, но все-таки сверлите еще девчонок, которые придут в качестве свати, узнавайте через меня, вот типа вот та блондинка или рыжая, замужем или нет, быстро все пробиваю. Поэтому, если сегодня уйдете несколько человек отсюда, я прямо буду... Я, знаете, Саш, хочу вам кого пожелать. Во-первых, хочу напомнить, что в старину, как говорили, береги жену, но не дай ей воли. И вот я вспоминаю свою бабушку, я об этом всегда мечтала. Я думаю, вот я выйду замуж, придет сантехник, а я ему скажу, нет, дорогой, вот пока хозяин не придет, вот там, это вот хозяин. Вот это вот слово хозяин в уважительном отношении, что мой муж хозяин дома, и к нему все уважительно, а я, а я хозяюшка. Вот это внушает муж, в общем-то, не тем, чтобы стукнуть кулаком, а с таким уважительным отношением. Вспомните фильмы, когда приходил муж, все садились. Для взрослых, когда сантехник приходит. Какие фильмы? Какая ты пошлая! Нет, нормально, ну кто? А в фоне тогда, если... Мастер или еще кто-то такой, а я и сейчас тоже самое. Вот слово хозяина для меня очень уважительно, кстати. Да? И чего, да. Ничего тут у нас, у нас как бы хозяин есть, у нас... Хозяин Игорь! Привет! Ну, тебе он как вообще? Нет, неплохой молодой человек на самом деле. А вы, Андреюш, кого другу своему желаете? Ну, прежде всего, я считаю, что жена у нее должна быть терпеливая. Чтобы она умела жалеть, понимать. Такие правильные слова говорит, да? Александр, у вас удивительный гороскоп на самом деле. Он обещает вам бесконечную возможность попадать в самые разные приключения, невероятные ситуации. Я считаю, что вы нашли просто идеальный способ проживать свою судьбу в этой профессии. Потому что вы и без нее бы попадали в самые разные ситуации. Вы сами говорите, что даже вне работы все время с вами что-то приключается. А вы нашли возможность приключать, попадать в эти приключения правильно. Я считаю, что вы большой молодец. Женщина вам нужна не только терпеливая с точки зрения работы, но еще и с тем терпением, которое дождется ваших чувств. Потому что вас нужно на чувства немножко раскачать. Ты постарайся понравиться ему, побольше с ним, ну, инициативу возьми на себя. Вот нам нужна та, которая как Мерлин Монро будет в джазе только девушке, помните, отогревать. Но только уже по-настоящему. Я понимаю, что вы не шутите, в отличие от героя этого фильма. Вас действительно нужно будет на эти чувства как-то выводить. Ну, так и познакомьтесь с первой невестой. Удачи. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Екатерина. Саша. Очень рада знакомству. Хочу подарить вам этот маленький подарок для того, чтобы он вас всегда, везде согревал. Был сами. Пожалуйста. Спасибо большое. Очень приятно. Екатерина. 25 лет. Стилист-парикмахер. Мечтает научиться водить автомобиль и прыгнуть с парашютом. Гордится тем, что сумела пережить трагедию в семье. Признается, что часто накручивает волосы на палец. Екатерина сбежала от строгой бабушки и поспешила выйти замуж. Но когда поняла, что семейная жизнь приносит ей одни разочарования, сбежала в отчий дом. Надеется, что Александр изменит ее жизнь. Кать, я правильно поняла, вас воспитывала бабушка. Да, бабушка. А что с родителями случилось? Родители погибли оба. Притом при очень странных обстоятельствах. Сначала мама пропала, ушла из дома. Да, мама ушла из дома, когда мне было 8 лет. Она просто ушла и не вернулась. Я так думала, что она где-то жива. У меня была надежда. И я надеялась, что придет тот момент. Я мечтала просто. Я ложилась спать. Каждый день я разговаривала с ней, знаете, как с Богом, наверное. Я каждый день ложилась спать и рассказывала ей, что у меня случилось за день. Ни сестер, ни братьев, никого. Нет, к сожалению, большому моему сожалению, мне никого нет. Я надеялась на то, что она рано или поздно вернется. Но тогда, когда я выросла и родила свою дочь, я поняла, что она не вернется. Потому что я понимаю, как я могу оставить своего ребенка. Смотри, как у них совпадает он раз, получается, без родителей и она. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. А пока реклама. Папа уехал в Италию. Да. Оставил вас? Оставил меня с бабушкой маминой. А поддерживал связь с вами, когда жил в Италии? Он помогал, присылал вещи, деньги. Исключительно он помогал. Он был для меня как другом. А что произошло потом? Он ведь вернулся в Россию, да? В Италии он попал в аварию. Он делал машины. И там завод, и большие там аппараты, которые делают какую-то деталь для машины. И так получилось, что он, его перчатку зажевалом в этот аппарат, конвейер. И он уже понимал, что он все, он не выберется. Его по этой машине вот так вот телепало. И это уже он нам рассказывает. И очень случайно он просто зацепил ногой за красную кнопку стоп. И эта машина остановилась. Он остался инвалидом? Нет. Да, у него третья группа, то есть у него одна рука. Но ведь ему по европейским законам должны были выплатить безумную компенсацию. Не знаю, мне кажется, у него такая профессия тяжелая, и у нее такая судьба тоже тяжелая, что ему нужно что-то более веселое и более легкое. Позитивное. А моя бабушка ему сказала, сын, возвращайся домой, ты не сможешь уже там работать, возвращайся домой, ну что мы тебе тарелку супа не насыпем, что мы будем тебя там, ты там толком не сможешь, да? Приезжай домой, будем все вместе, как-то будет. В общем, он приехал домой, было все на самом деле очень хорошо. И он приехал в тот момент, когда я собралась замуж. И вы вышли замуж по любви? Не могу сказать, что это была большая моя любовь, это была детская. Детская. Ну и потом, если бы в семье было тепло, понимание, если бы... Да. Конечно, бы так рано не... Ну, хорошо. Ребенок родился? Ребенок родился у меня в любви. У вас все было хорошо, у него была прекрасная семья, и вы полюбили его маму и сестру. Да. Все замечательно. У него прекрасная мать, прекрасная сестра и семья. А у него были благие намерения, чтобы семья хорошо жила, вы деньги свадебные в бизнес вложили, да? А что потом произошло? Почему вдруг дошло до того, что вы его кормили на детские деньги? Он просто сел. Он сел за компьютер, и больше его ничего не интересовало. А я вот с папой-то не поняла. А что, папа сейчас жив, здоров? Папа повесился. Да ты что? Да? Да. Почему? Что его сломало? Инвалидность? Он нам написал, что, простите, но я устал, и как бы... Ну, кричил в Италии же, он поехал туда не на яхте кататься, правильно? И потом вот эта травма, и, наверное, как белка в колесе, устал крутиться. Знаете, мне еще кажется, что он во мне, когда он жил далеко от меня, он не так осознавал. В общем, когда... Очень было много моментов, когда он видел меня и говорил мне, Катя. То есть он останавливался и говорил, насколько ты похожа на свою мать. Он очень любил все-таки мою маму, и я думаю, что одна из причин была, что он просто очень сильно за нее тасковал. Он тоже вам не объяснил, что с мамой случалось? Он не причастен к этому исчезновению? Нет, его не было рядом с ней. Симпатичная девочка, очень трагическая судьба. Твоя конкурентка, да, симпатичная. Ну, дело в том, что... Надо чем-то тоже будет взять, помимо красоты и молодости. Катюша, а вы не москвичка-то, я поняла, да? Нет. Квартиру вы снимаете? Нет, я родом с Украины, приехала два года назад сюда, в Москву. И дочку у вас сейчас уже здесь? Дочку я привезла через год уже. Ну, неважно. А я к чему это говорю? Сашенька у нас вот такой, работает такой мужественной профессии, но платит 20 тысяч. Вот вам как, муж? А знаете, на самом деле, может глупо с моей стороны, может нет. Но я никогда не видела в мужчине кошелек. Сколько дочке сейчас? А у нас есть видеообращение, дочке. Давай посмотрим. Всем привет, меня зовут Ксюша. И сегодня я хочу поздравить всех наших дорогих мужчин с 23 февраля. Желаю успехов, желаю удачи. Легко отдыхать и трудиться с отдачей. Чтоб радость в душе твоей чаще встречалась, чтоб все выходило и все получалось. Ну, просто совершенно очаровательная. Кать, вы мне так по-человечески симпатичны. У вас такие глаза все. Ну, худоба. Вот просто жених... А ничего не сделаешь со физиологией. Александр сказал, не люблю худых. Знаете, да, я сама не люблю худых. А я бы продала бы розу за такую худобу, как вот у вас. А что, Каня наверстает? Она как восходящий водный знак. С годами легко наверстает вес, если это будет необходимо. Это не проблема точно. Ну, есть, наверное, плохо. Парни, если что, а кто-то тащится от такой худобы. Хорошо, вот сейчас еще и покажет сюрприз Кате. Вы тоже так краем глаза, ладно? По пацанам пройдитесь на всякий. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна или традиция? Традиция. Есть такая? Да, есть у нас традиция. Мы с Ксюшей, с дочкой моей. На любые праздники мы дарим друг другу либо маленькие, либо большие подарки. Неважно, кладем их под подушку друг к другу, да. Она у меня очень любит делать мне сюрпризы. Очень часто, почти каждый день. Она мне кладет под подушку, поэтому у нас вот так вот. Очень красивая, когда улыбается. Ей нужно чаще улыбаться. И у нее прям глаза же сблестели сразу, когда она начала улыбаться, и идет. Покажите сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая мама помнит все давно, вы сказали мне, то, что половинку нелегко встретить на земле. Может, небесами суждено, может, просто очень поднесло, но кажется, что я нашла его. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, спасибо. Девчонки, замечательная подружка, забирайте ее с собой. Парни, провожаем жадно взглядом все. Как думаешь, она ему понравилась? АПЛОДИСМЕНТЫ Не знаю. Я думаю, что да. Андрей, вы что скажете? Потрясающая девушка, хорошо поет. Сложная судьба у нее, конечно, но она сильная. Красота. Ну, ты мой дитя, ты не волновалась. Я не волновалась. Мне понравилась, красивая очень девушка, умная. Я рад, что она справляется, на самом деле. Но худоба не смущает? Нормально, говорит, что она не сидит на диване. Ерундой не страдает. Роза. Ну, Катюш, понравилось. Единственное, что меня очень смущает, чисто интуитивно, что вот платья, вот эти вот туфли, я понимаю, хотела хорошо выглядеть. Но о вас ли она мечтает, понимаете? Уже два года в Москве. Может, просто постаралась? Ну, дочка понравилась. Дочка понравилась. Дочка очаровательна у нее. А вы понимаете, что от осинки не родятся апельсинки? Что если девочка так разговаривает, значит, это все-таки труды мамы. И она хорошая мама. И это... Ну, не знаю, сейчас нам Василиса все расскажет про Катю. Катя человек, который любит и умеет находить приключения. Я считаю, что это та черта, которая могла бы вас объединить. Правда, у нее это профессионально никак не выражено, но будем надеяться, что в личной жизни тоже не проявится. На самом деле, я так и распоряжевалась, что я вообще даже не помню, что я говорила, что нет. По поводу терпения, я уверена, что его здесь нет. Она просто напрочь отсутствует. Но зато она способна быть очень и очень преданной. И если человека полюбит, то готова отдаваться полностью. А деньги-то она любит? А кто их не любит? Ты знаешь, для таких женщин материальные не во главе угла. Если от мужчины исходит запах тестостерона, если кажется, что с ним ты можешь обрести нужные приключения, нужную страсть, она за ним пойдет, неважно, сколько денег в кошельке точно. Он симпатичный, сильный молодой человек. Главное то, что он сильный. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Александр, здравствуйте. Меня зовут Анна. Очень приятно с вами познакомиться. Поздравляю вас с праздником Защитника Отечества. И хочу вам подарить такой вот символический подарок. Знаю, что вы часто находитесь там, где не хватает света. Надеюсь, что стану для вас вашей путеводной звездой и будут сигнализировать меня. Молодец. Проходите. Анна, 24 года. Помощник руководителя в иностранной компании. В свободное время преподает английский и французский языки детям. Гордится тем, что готовит лазанью, как истинная итальянка. Мечтает построить приют для животных. Признается, что страдает лунатизмом. В течение года Анна ездила к возлюбленному в надежде, что он сделает ее законной супругой. Но однажды узнала, что она нежелательный гость в его семье. Надеется, что Александр искренне ее полюбит. Вы не в коммунальной квартире живете, не с соседями? Нет. А то можно было, знаешь, так ночью схомячить соседские котлеты все. Да, сказать, это не я, это, знаете, вот у меня лунатизм, это проблема. Как вы знаете, что вы лунатик? Говорили люди мне. Мама говорила. А сейчас? Сейчас иногда говорю во сне. Но не то, что вы там куда-то сходили налево, а потом говорите. Сань, ну ты же понимаешь, я же тебе еще тогда на программе «Дай поженимся» открыла карту и сказала, я просто лунатизм. Я тебя не помню, не отец, да, когда ты везла. Нет, да? Такого не было. Симпатичная девочка, да? Да, ну и та симпатичная, и эта симпатичная. В каком городе или стране жил ваш возлюбленный, что вам приходилось к нему ездить? Ницце. Это Франция. Ницце. Хороший город. Да. И у вас прямо любовь была? Любовь-любовь. Очень сильная любовь. И он познакомил вас с родителями? Да, мы жили с родителями, с его. И вот вы к нему ездили, ездили, и родители вас хорошо принимали. Мама его. Так и было. Сначала, да. А потом что случилось? Ну, так как мы были на тот момент достаточно молодые, нам было по 21 году, ну, мы хотели быть вместе. Хотели, потому что две сгода отношения на расстоянии, это невозможно. Это очень тяжело. И они поняли, что это всё серьёзно. И что они сделали конкретно? Они меня выгнали. Как? Просто сказали, собирай вещи, уезжай. Меняй билет, мы не хотим тебя здесь видеть. А ваш молодой человек в это время где был? Рядом со мной. А он не сказал, мама, папа, тогда я тоже уезжаю в Россию? Он ничего не сказал. А как вы думаете, почему? Потому что он был ребёнком. Не мог обеспечить того, чтобы я жила с ним на тот момент. А как вы считаете, родители правы? В 21 год брать на себя такую ответственность женщину из другой страны. Вы бы сидели на шее у родителей. Нет. Это хорошо... А как, милая? Ну, это хорошо жить в родительском доме. А потом вам бы пришлось после свадьбы уже самим. И родители, наверное, посчитали, что он не сможет. Девочки, на самом деле, очень светлая девушка. По крайней мере, мне она нравится. И мне кажется, Александру она подходит. Смотрите, Анна, вы уже пожили, повидали другие страны. Да. Вам есть с чем сравнить? Есть. Александр простой парень, вот такой, который спасает людей. Зарплата невелика. Ну, мне очень нравится, что он очень мужественный. Я очень люблю, когда человек умеет за себя постоять. А если что-то произойдет? А бывает такая профессия, когда нужно будет и ухаживать, а если... Дай бог вам все, чтобы все было хорошо. Ну, понимаете, он уже выбрал такую жизнь, что могут быть такие ситуации, когда он придется жертвовать собой, быть рядом, помогать, тащить на себе. Это я понимаю. Лечить. Я понимаю. Готовы? Да, готовы. Ну, хорошо. Сашечка, у вас два бонуса осталось. Свидание наедине и скелет в шкафу. Свидание. Свидание. С такой куколкой, конечно. Не разрешаю, проходите. У вас есть целая минута. Олиз, я хотела спросить, она преподает детям иностранные языки, да? Да. То есть у нее педагогическое образование? У нее педагогическое образование, да. Но сейчас она в данный момент работает помощником в французской компании. Кусок хлеба с маслом. Сегодня все хотят быть образованными, все хотят знать языки. Это сегодня, пожалуй, самая востребованная профессия. Это правда, в преддверии ЕГЭ, экзаменов, да. Да, будут нюансы, например, что могут в командировку отправить. А куда командировки? Да куда угодно, там ты делаешь, ты не знаешь куда. Надолго это? Может быть, надолго, скажем так, если водолазный сбор на поиски. Там можно затянуться на две недели, на три недели. Ну, а вообще с таким графиком работать, наверное, очень сложно все равно построить. Какие-то отношения серьезные достаточно. Бывает, да. Проблема с этим делом. С временем, да. Внимание. Но нужно выкроить все равно время, все равно нужно создавать семью, потому что это очень важно. Будет. Это очень важно. Анечка, а сюрприз? Сюрприз, да, я приготовила. Знаю, Александр, что в вашей работе очень мало романтических моментов, поэтому хотелось бы вас пригласить на белый танец. Хорошо. Хорошо. Солнынь, слава. Ой, неисправильного фильма музыку. Любите танцевать, Саша? Да. Да? Бальные танцы. Да. Ходили на маленький танец? Алло, танго. Молодец. Вальс. Они так мило болтают, мне кажется, они прям созданы друг для друга. Как раз видится, какая песня про спасатель, прям ваше тело. Да. Трагичная немножко, но тем не менее. Все спасатель позитивные. Позитивные? Молодцы. Правильно. Позитивно нужно было. Да. Спасибо большое. Спасибо. Девочки, проходите в свою комнату. Саш, ну порадовал. Прям бленд с ее замочком замкнул. Правильно танцуете. Единственное, конечно, мне очень резануло, но почему нужно трагическую такую мелодию? Уж больно плохой финал. Любовь данную ценой своей жизни. Да ладно, это на самом деле для русских людей очень неплохой фильм, потому что у нас же всегда в нашей литературе женщины с собой жертвуют ради мужчины. А тут единственный случай, когда... Не, ну не хотелось. Прямо единственное, не хотелось бы Саньку. Я об этом не думаю, на самом деле. Да? Понравилось? Нормально. Ну такая не худосочка. Нет, отличная девушка, умная, да. А вот... Андрюш? Хорошая девушка, да, интеллектуальная. А не будет смущать вот это вот образование, языки? Я думаю, просто... Франция, лазанья. Вы хоть знаете, что это за блюдо лазанья? Да. Да? Это оно прям готовит, как в Италии, не хуже, чем в Италии. Начнет вас попрягать. У нас тут не готовят он нормально. Типа вы на газете селедку суча ногой, а он... Она и вам... Ой, хотелось бы с утра, не знаю, там... Волонезе. В России мужчины лучше, чем во Франции. Спасатели... Да это никто не спорит. Не начнет умничать вам мозги там, унижать. Спасатели, кстати, тоже очень хорошо готовят. На смене сами готовим. Ну, а как ты почувствовала, от него вообще есть какие-то флюиды? Да. Он очень заинтересованно на тебя смотрел, да? Больше, чем на первую? Я думаю, что да. Ровно себе интеллектуальную ищет. Это хорошо. Хотели бы развиваться интеллектуально? Да. Всегда. А пока встретись с третьей невестой. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Здравствуйте. Меня зовут Олеся. Очень приятно. Я раз с тобой познакомиться. Ты очень хорошо выглядишь. Это тебе мой подарок 23 февраля с наступающим тебя праздником. Спасибо. Это портативное устройство, зарядное, чтобы ты всегда был на связи, и чтобы всегда могла тебя найти. Хорошо, спасибо. Олеся, 35 лет. Старший менеджер по продажам детской мебели. Гордится тем, что воспитала сына. Мечтает погулять по Бродвею. Предупреждает, что любит спать только на своей подушке. Признается, что не выносит больничного запаха. Олеся выполняла все требования возлюбленного алкоголика в надежде на то, что он избавится от пагубной привычки. Но когда потеряла всякую надежду, выдвинула свои условия. Надеется, что Александр привык выполнять обещания. Привет, девчонки. Ни за что бы вам не дала 35 лет. Ни за что. Спасибо. Я к вам. Большими подарочками. Ой, спасибо большое. Это то, о чем мечтал лежа в больнице Сашка, когда к нему пришла барышня с цветами. Прямо мне хочется Саньке конфеты. Да. Обидитесь, если конфетки я Сашке отдам? Я свою татарскую диету отдаю. На, мой хороший. Ешь на здоровье. Да нет, не обидуйся. Сань, ешь на здоровье. Да, правда, я думаю, что это правильно. С праздником, мой хороший. А то мы эту шоколаду уже держи. Ешь на здоровье. Как моя соседка, говорит, чтоб повылазила. Поделились. Почему вдруг прогуляться по Бродвию? Как вы его себе представляете? Я представляю его очень ярким, красочным, интересным. Я люблю путешествовать. Вот и я себе так представляла. Послушайте, я жила в Питере, и мы наш красавец Невский проспект, представляете, ширину, красоту эти мосты называли Бродвее. Типа, давайте сейчас пошоркаемся по Бродвее вечером. И когда я первый раз очутилась на Бродвее, думаю, боже мой, вот такая вот улечка, вот такая грязная, никакая. Поэтому не мечтайте, мечтайте лучше очаровать Сашку, ладно? Хорошо. А что за требования вам выдвигал ваш бывший алкоголик, муж? Ну, не скажу, что алкоголик, то есть мне как бы неприятно. Что из-за неприятная? Ну, пьющий человек. Да, то есть много выпивал. Ну, все время кормила обещаниями, говорил, пью так много, потому что нет детей. Забеременеешь, брошу. Да. Вы забеременели? Он сказал, нет, вот когда увижу ребенка, тогда брошу. Да. Увидел? То есть я была молодая, глупая, увидел, но ничего, все продолжалось. На самом деле, наверное, тоже и Крым, и Рым, и медные трубы прошла девушка. У меня почему-то такое впечатление. В общем, он из-за пьянок потерял работу, крутились как могли, с ребенком не помогал. А почему не бросили его уже, когда родили ребенка, и он пить не перестал? Ну, прощала все из-за ребенка, то есть очень хотелось бы, чтобы был отец. А как вы думаете, зачем ему нужно было просить этого ребенка, если он не собирался к вам подстраиваться? Вот зачем просил? Лариса часто говорит в программе, мужчина ребенка должен попросить. Вот я считаю, не во всем с этим согласна, отчасти только согласна. И вот антигероиня, антипример. Ну вот попросила, что? Как ты не согласна с тем, что мужчина должен ребенка попросить? Я считаю, что это взаимное согласие в браке официально. Сначала он жениться должен. А что, женщина не может выразить свое желание иметь детей в браке, например? Нет, она может, а он скажет, нет, я не хочу как-то ребенка. Она рожает ему. Нет, это тоже неправильно. Ну круче, когда попросят, короче. Ну круче, но бывает редко. Вот, смотри, вот тут попросил, что делать, и никак. А может, вы на его территории жили, вам жить негде было, поэтому вы терпели этого алкаша? Жить мне есть было где. То есть я жила в своем доме, там, где родилась и выросла. То есть еще и в своем доме жили? Это там, где случился пожар в результате? Пожар случился в его квартире. То есть, когда мы стали жить, мы переехали в его квартиру. И там случился пожар в этом доме. Ой, а что это? Он вас разбудил? Да. Хоть какая-то польза. И помог вам с ребенком, да, спастись? Ну, помог нам как раз пожарный. Получилось так, что я осталась раздетой. Не муж? Он успел одеться. И выбежать, да? Я в это время одевала ребенка, да. Когда они стали... То есть он свою шкуру спас, а вы с ребенком? Ну да. И когда они... Стал ребенок задыхаться, я ему сказала... А ребенка... Подождите секундочку. Вы одевали ребенка? То есть не завернули в одеяло и не ломанули оттуда? Не, одевали. А прямо одевать начали? Ну, он меня разбудил. То есть это была глубокая ночь уже под утро. Ой, ты знаешь, тут это, Ларис, тоже вот как ты любишь это, отдыхала, ну, в Нагорном лыжном курорте. Первый раз вдруг в отеле пожарная тревога. Мы спим все. Ксенька в чем была? Пижаме, и пускай выскочила. А я стала собирать косметичку почему-то. Нет, потому что ты не была на настоящем пожаре. А я в отеле была на гастролях, который загорелся. Понимаешь, а никакой не учебной. И когда первое, что погас свет, и была кромешная темнота на лестнице и в коридоре. Кромешная. И за мной забежал мой партнер по сцене просто. Я спала. Я просто схватила про сцену и укрылась. И когда ты... Эта паника такая страшная. Когда ты по лестнице идешь, не видно ничего вообще у кого-то была зажигалка. И там нет такого, как в кино. Вы проходите, вы с ребенком и женщиной буквально по головам просто, если вы знаете, по головам просто расталкивая, бежали все вниз. А, кстати, а что нужно делать? Саша, скажите, что ребенка так долго одевать, что вот... Деньги документа схватить? Документы, конечно. Всегда надо знать, где документы, чтобы в первую очередь их схватить. Если же далеко не находятся, просто бежать оттуда, потому что документы можно потом восстановить. Вот аж ребенком просто что, одевать или поплавать, завернуть, что есть? Завернуть, конечно. Одевать, чем дольше ты его одеваешь, тем в те же время. А огонь, он распространяется очень быстро. Особенно, чем гуще дым, тем огонь быстрее будет распространяться. Чем гуще дым, да? Конечно. А огонь, он перемещается благодаря дыму. Горит же не сам материал, а который он выделяет. Вот то, что сам дым, вы называете. Это пиролиз. Ну, в общем, вас спасли по пожарной лестнице, слава богу. И вот вы остались с ребенком. Жить негде. Мужчина ненадежный. И вы одна. И как выживали дальше? Я пошла работать, занималась косметикой. То есть у меня были свои клиенты. На него надежды не было. Вы москвичка? Нет, я приезжая. Откуда? Оренбургская область. Землячка? Семь лет в Москве. Ну, а сейчас что здесь? Сейчас тоже работаю. Я приехала в Москву, обустроилась, через год забрала ребенка. Сын у меня ходит в школу, восьмой класс. Какой? Восьмой. Ой, большой ребенок. Да, 15 лет на днях. Так молодо выглядит просто. Спасибо. Олеся, вы навидались, настрадались. Вы знаете цену хорошему отношению. Мне кажется, у вас с Александром Магдабу сложится идеальная пара. Ребенок взрослый. Мальчик, девочка? Мальчик. Не смущает, что уже парень? Да. Да, во-первых, у парня будет брать с кого пример. Да, для меня это очень важно. А возраст у него опасный. Родите еще детей? Конечно. Потому что было бы, ну, надо потерапить, потому что было бы как-то жалко, если бы, да, Александра без своих детей оставлять. Очень опытная же девушка уже. Скажите, а вот вы в такой форме, вы себя просто держите в руках или генетически? Нет, это у меня генетика. Ну, мне кажется, не очень худая, нет? Все нормально. Александр, у вас остался один бонус. Скелет в шкафу. Но 23 февраля я хочу сделать вам подарок. С такой девушкой, мне кажется, лучше уединиться на минуту. Хорошо. Проходите в свою комнату. Землячка. А откуда, какая область? Оренбург. А район? Орф. Да, да. Проходите. Галина, а вы откуда? Я в Москве живу. Вот с Олесей мы дружим уже 5 лет. Вместе работали. На двух работах вместе работали. То есть друг друга подтягивали, помогаем друг другу. Как ты все-таки относишься к тому, что у меня сын уже 15 лет, достаточно взрослый. То есть ты не против то, что у женщины есть уже ребенок? Я не против то, что у тебя есть ребенок. Это даже замечательно. Я не знаю, просто, конечно, будем стараться, чтобы он воспринимал меня. Он очень хорошо как бы относится к тому, что я буду с кем-то жить, выйду замуж. Он, наоборот, того хочет очень. Ну, вот, главное, чтобы он меня полюбил. Это очень важно, потому что... Да, мне кажется, ты пример ему хороший показал. Думаю, у тебя это получится. Я думаю, да. Будем его учить, тренировать. А мальчик такой непроблемный? Конечно, ей тяжело, потому что, когда мальчик растет без воспитания отца, он ее не слушается. Поэтому ей очень тяжело с ним. А сюрприз приготовили, Олесич? Совсем все? Да, конечно. Покажите. Александр, чтобы тебе показал сюрприз, приглашаю тебя со мной на сцену пройти. Покажите. Присаживайся. Александр, твоя работа очень травмоопасна. Можешь и травмы получить, и простудиться, и заболеть. Я всегда готова прийти к тебе на помощь. Изучить все твои недуги и болезни. Так, для начала проверим. По-моему, у вас, Александр, жар. Проверим градусникам это. Александр холоден, как лед. Ой, какой... А это что? Температура действительно повышенная. Какая-то палочка. Я боюсь спросить вообще. Ой, помните, я тоже в детстве любила поиграть в больницу с мальчиком. Ваше сердце. Можно расстегнуть? Да. Да, да, да. Душите. Наверное, через майку плохо слышно. Души. Я думаю, что вы больны одиночеством. И я готова прийти вам на помощь. И у меня есть такая специальная микстура, которая вам обязательно поможет. Эликсир рыбви называется. Да, в ее состав входит моя любовь, поэтому принимайте немедленно. Что, холодник сидел, что ли? Я хочу... Ой, ты какой ручной-то, Сашка, ну нельзя все в ручку продавать. Малыш, ну что же делаешь-то? Я хочу. Ну как, полегтяло? Да, намного легче было. Я так думала. Спасибо, девчонки. Проходите в комнату. Все, он меня разочаровал. Понравилось? Я не знаю, но впечатление... Да. Честно говорить, ребят, ну послушайте... Девушка хорошая. Мы здесь никто никому не дурачим. Но что смутило? Я просто почувствовал, как друзья, может быть, максимум. Взрослая она. Мне тяжело, наверное, да, сразу понять. Пообщаться, а потом, может быть... Да, нет, это понятно. Тяжело, наверное, принять, что уже парень взрослый, стать отцом сразу. Нет, это не пугает совершенно. А что тогда? У меня есть много знакомых. Физически не ваши? Я не знаю просто. Не, Саша, вы знаете. Не чувствую. Не чувствуете. Так уверенно ты себя вела на сцене. Роза? Что Роза, что Роза? Олеся взрослая женщина. Хоть 35, да, вот внешне выглядит, а лицо уже все-таки женщина. Пацан большой. Вы, в конце концов, у вас детей нет, имеете право без прошлого, молодую девушку. Зачем чужие косяки разбирать? Поэтому без обид. Олеся не подходит. Ну, какая ты взрослая женщина. Тебе не дать твои 35 лет, ну, максимум 27. Олеся сложный для партнерства человека. Гороскоп ее говорит, что она во многом одиночка. Солнце в соединении с Ураном восходящее, огненная луна. Очень часто это комбинация вот таких матерей-волчиц. Когда женщина решается рожать ребенка, понимая, что она будет его растить одна. Или берет мужа, который будет заведомо инфантильнее, чем она, и она будет тащить все на себе. Вот это я сама. Если надо, я сама справлюсь. Ну, не знаю, посмотрим, что он выберет. Андрюш, кто понравился? С кем видите Александра? Ну, я, скажем так, кандидатка номер два, если так можно правильно выразиться. Я вижу того человека, который максимально подходит ему. Потому что интеллектуальная, интересная, молодая. О, за тебя, друг, за тебя! Ура! Значит так, Сашенька, если хочешь проживать 33 года уже, не мальчик, как говорится, уж не знаю, как ты будешь получать второе высшее, в смысле вообще высшее образование. Тут он в работе сколько надо сил вкладывать. Поэтому, если просто проживать, рожать детей, ну, создавать семью, рожать и не одного ребенка, содержать, то с Катюшей. Она будет с тобой, она попроще будет с тобой, создаст уют, все будет у тебя хорошо. А вот если ты хочешь развиваться в 33, получать высшее образование, это, конечно, Анна. Если ты не стремишься туда, то Анна терпеть это не будет, и быстро разбежитесь. Бери Аню, Бери Аню! Я либо за Екатерину, либо за Олесю. Объясню, почему. Это очень притягательно, Анна. Она вся такая аккуратненькая, вся такая маленькая, вся такая круглая. Интересно разговаривает. Знает побольше, чем вы. Это всегда, это очень манка. Но я боюсь, что Анна с вами надорвется. Ей 24 года, и мне кажется, не для того она, правда, и учила французский, английский. Она захочет применения своим знаниям. Мне кажется, ей будет с вами тесновато. Все в сравнении. А Екатерина битая, и Олеся битая, они уже битые, они уже могут оценить вас. Ну, давайте как-то вот, да, по одежке протягиваем ножки. Анна это сейчас здесь говорит, потому что ей хочется, чтобы к ней в комнату зашли. Но я думаю, одно-два свидания, и все. Я так думаю. Ну, и нас сейчас Василиса померят. Ну, конечно, ты права. Дело даже не в одежке и не в том, как по ней протянуть те самые ножки, а дело в том, что вам нужна женщина, желающая вас отогревать. Достаточно страстная внутренне, и терпеливо из вас чувство растящее. Катя. Конечно, именно. Я не рассматривала бы даже и Олесю. Это именно Катя с вот мощным стелиумом, с кучей планет Скорпиони. Человек очень чувствительный, может быть, не явно страстный, но человек внутри очень теплый, и тот, который способен довериться мужчине и вызвать это доверие в нем. Я считаю, что именно она со временем, именно у нее максимально большой потенциал в общении с вами. У меня такое ощущение, как будто они видят меня насквозь. Да. Не грустите, Александр. Мы просто вам посоветовали, но вы слушайте себя и свое сердце. Попробуйте, дерзните, может быть, у вас что-то получится. В любом случае, мы вас поддержим. Проходите. Лети, лети, никого не попади. Ну и в ответ она найденная, в меня летит посуда, тарелки, кастрюли, чайники, все, что девушка... Хорошо, что она не цирковая, вот как Роза, а то бы еще и ножи металла была. Ножи летали. Я предлагаю всем выйти и поддержать Александра. Я не ожидала, конечно, но я очень рада. Спасибо. Молодец, послушал нас, и я очень рада. У нас есть пара, Александра и Екатерина. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи, правда. АПЛОДИСМЕНТЫ